В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых путников. Мост стоял на горной дороге между Лимой и Куско, и каждый день по нему проходили сотни людей. Инки сплели его из Ивника больше века назад, и его показывали всем приезжим. Это была просто лестница с тонкими перекладинами и перилами из сухой лозы, перекинутая через ущелье. Коней, кареты и носилки приходилось спускать вниз на сотни футов и переправлять через узкий поток на плотах, но люди, даже вице-король, даже архиепископ Лимы предпочитали идти по знаменитому мосту короля Людовика Святого. Сам Людовик Святой Французский охранял его своим именем и глиняной церковкой на дальней стороне. Мост казался одной из тех вещей, которые существуют вечно. Нельзя было представить себе, что он обрушится. Услышав об этой катастрофе, перуанец осенял себя крестным знаменем и мысленно прикидывал, давно ли он переходил по мосту и скоро ли собирался перейти опять. Люди бродили, как завороженные, что-то бормоча. Им мерещилось, будто они сами падают в пропасть. В соборе отслужили пышную службу. Тела погибших были кое-как собраны, кое-как отделены друг от друга, и в прекрасном городе Лиме шло великое очищение душ. Служанки возвращали хозяйкам украденные браслеты, а ростовщики произносили перед женами запальчивые речи в защиту ростовщичества. И все же странно, что это событие так поразило умы жителей Лимы. Ибо в этой стране бедствия, которые легкомысленно именуются стихийными, были более чем обычны. Приливные волны смывали целые города. Каждую неделю происходили землетрясения, и башни то и дело обваливались на честных мужчин и женщин. По ветре ходили из одной провинции в другую, и старость уносила самых замечательных граждан. Вот почему удивительно, что перуанцев так взволновало разрушение моста Людовика Святого. Поражены были все. Но лишь один человек предпринял в связи с этим какие-то действия. Брат Юнипер. Благодаря стечению обстоятельств, настолько необычному, что в нем нетрудно было бы усмотреть некий замысел, этот маленький рыжий францисканец из Северной Италии оказался в Перу, где обращал в христианство индейцев, и стал свидетелем катастрофы. Тот полдень, роковой полдень, был знойным, и, огибая уступ холма, брат Юнипер остановился, чтобы оттереть пот и взглянуть на далекую стену снежных вершин, а затем в ущелье, выстланное темным.